Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайв. Спасибо всем, кто подписывается на YouTube канал и присоединяется к Telegram чату, посвященному Лене и Оксане. Ссылочка в описании. Лена летит в Дубай. Да, так долго она от нас скрывала, куда она собирается, но тем не менее, призналась, летит в Дубай. Об этом она говорила и в запретограмме, и в YouTube. Так что начинаются кайфушечки. Так, любимой Лены. По признанию Лены, вид аэропорта и коридоры этого самого аэропорта – самые классные виды на свете. Ну да, помнится, мне Лена говорила, за этот вид я всё отдам. Ну, правда, это речь была о Турции, но тем не менее. Теперь вот, видимо, за вид аэропорта и коридоров тоже Лена готова всё отдать. Ну, как-то вот не определится Лена никак, за что же именно она готова всё отдать. Но прежде чем попасть в здание аэропорта, конечно, надо туда доехать. И вот папа Лену и Оксану, ну, точнее, папа Лены и отчим Оксаны, да, будем так говорить, везёт девочек-девочек к этому аэропорту и чемодан Лены, только чемодан Лены. Папа берёт и укладывает в багажник сначала, потом вынимает из багажника, когда они уже приехали к своему терминалу, и даже не катит его через дорогу, а несёт в руках. Хотя там 15 с лишним килограммов было, 15-600 или 15-800, около того. Да, а Оксана сама со своим чемоданом туда-обратно, в багажник, из багажника, как-то никто не заморачивается её чемоданами, её ручную кладину и так далее. А вот о Лене папа подумал, ну, в принципе, как и всегда. Об Оксане мало кто думает из родственников. Зато Оксана старается всем угодить и думать обо всех. Тоже как-то вот не совсем красиво со стороны того же отчима, да. Оксана к нему со всей душой и какие-то подарочки, какие-то открыточки, в общем, всё как любит папа, да. И постоянно папочка-папулечка, мамочка-мамулечка. А в итоге что? А в итоге, ну да, действительно получается, игра в огни ворота. Кстати говоря, Лена вообще никак не проявляет никакой ни любви, ни заботы, ни ласки, ни внимания по отношению к своим родителям. Но, тем не менее, они вот к Лене более снисходительные, Лену любят больше. Да, я так понимаю, этого не скрывают. Кстати говоря, на Лене надета куртка. Очень даже такая неплохая, приличная такая курточка. Я так понимаю, тёплая. Почему бы эту куртку Лене не носить вместо этой ужасной шубы, одной, другой, ну да. Уже непонятнее этого. И тем более Лена нам показала людей, которые стояли в очереди на регистрацию. И они все были в куртках. И Лена об этом сама нам сказала. Говорит, вот посмотрите, люди одеты как. На всех одеты куртки. Они длинные, но тем не менее удобные. И тёмных цветов. Это очень практично. А мол, Лена, когда куда-то летит или едет, обязательно посадит одно-другое пятно на верхнюю одежду. Очень интересно подумала я, как это возможно, посадить пятно на верхнюю одежду. Получается, Лена ест где-нибудь в общепитовских каких-то заведениях и просто не снимает с себя ни куртку, ни пальто, ни шубу и так далее. Кстати говоря, ни одного человека в шубе в очереди на регистрацию не было. Представляете, все были в куртках. То есть, в принципе, они и зимой ходят тоже в куртках каких-то, в каких-то пуховиках и так далее. Но никак не в шубах. А вот только вот Лена ходит в шубе зимой. Ну, ещё очень понравился мне один момент. И, кстати говоря, об этом мне сказали и в телеграм-чате тоже, что, мол, Лена заправила блузку в брюки. Да, это, конечно, было очень странно. Уже в здании аэропорта, конечно, это было дело. Но, тем не менее, заправила блузку в брюки и тем самым втянула свой живот. И так, они маленькие. И только тем самым она его подчеркнула ещё больше. Для чего надо было заправлять блузку в брюки, я, конечно, понять не могу. Но Лену это всё уже не тревожит. Я, так понимаю, уже абсолютно всё равно, как она выглядит. Почему? Потому как у неё отпускное настроение. Да, да, именно так Лена и заявила. Отпускное настроение. Думаю, а кто же её откуда отпустил-то? У неё разве есть такое понятие, как работа и отпуск? По-моему, нет. Потому как у неё вечный отпуск. Так, по сути-то, да. Хочет, она идёт на работу. Не хочет, не идёт на работу. Хочет, идёт с утра. Хочет к обеду. Хочет после обеда. Хочет на один час. Хочет на 20 минут. Хочет на два часа. Поэтому как-то вот как таковой работы у неё-то и нет. Поэтому, я так думаю, она никогда не узнает, что же по-настоящему такое отпуск и, соответственно, отпускное настроение. Зашла она в дьюти-фри и говорит, всё, очень всё дорого стало. Теперь только поглазеть можно на всё то, что предлагается в дьюти-фри. Алкоголь, конечно, очень дорогой. Но одно Лена радует. Теперь в аэрофлоте в полёте наливают алкоголь. И Лена безмерно счастлива. Ходит Лена под юти-фри и увидела интересный парфюм. Крышки парфюма стилизованы под каких-то животных. Всяких разных, абсолютно. И Лена говорит, вот тут, наверное, эти духи как-то разграничены по знаку гороскопа. Может быть, по знаку зодиака. И Лена стала искать лошадь. Ага, думаю, значит, всё-таки это не знаки зодиака, а годы. Ну, есть же год лошади, год кота или кролика, год змеину и так далее. Может быть, это Лена имела в виду. Но Лена, вы знаете, вообще не смутилась, когда увидела слона. Да, увидела она там ещё оленя и носорога. Вообще её ничего не смутило. Видимо, Лена считает, что есть год оленя, год носорога и год слона. И очень тяжело было понять, что же это за животное. Крышечка в форме головы какого животного это. Говорит, то ли это лошадь, то ли это козёл. Непонятно, кто это он. Лена, ты не ошиблась, это была лошадь с рогами. Молодец, Лена. Логика на высшем уровне. И вообще Лена, она родилась в год лошади. И всё она искала что-то лошадиное, так сказать. Но вообще, вы знаете, люди, которые рождены в год лошади, они всего добиваются своим упорным трудом. Очень тяжким трудом. И да, наверное, Лена, скорее всего, исключение из общего правила. Потому что всё, чего добилась Лена, она добилась вообще практически не тяжким трудом. Ну вот почему? Потому как у неё что? У неё есть Ютуб, у неё есть её блоги, блоги. И, в принципе, это и всё. И вот благодаря Ютубу она может себе позволить вот так вот заезжать по городам и весям, по странам всяким. Но не могу сказать, что Ютуб – это прям такой тяжёлый труд. Вот прям надо пахать. Хотя Лена, конечно, считает иначе. Она считает, что вот она ходит по всяким магазинам, она снимает всё это и со стороны выглядит не особо нормально, если не сказать, что странно. Но, тем не менее, видите, Лена этим занимается. Ну и, наверное, этот момент, да, вот такое стеснение какого-то и какого-то неудобства, возможно, да. А вот это Лена считает прям таким тяжким трудом, что Лена пашет как лошадь. Бедная Лена. Она действительно не знает, что такое тяжкий труд, тяжёлый труд. И она не представляет, что же это такое пахать как лошадь для того, чтобы заработать себе хотя бы на путешествие один раз в два-три года. А Лена что? Лена катается два-три раза в год, да. И ей, вот вы знаете, даже вот эти все сложности с прохождением контроля одного, другого, третьего и переживательно, что надо будет раздеваться и обувь снимать. И, возможно, что-то не понравится работникам аэропорта и придётся ещё и доставать всё из сумки, показывать, что у неё там в ручном кладе. Даже вот эти вот моменты её особо не тревожат. Она говорит, всё равно я очень счастлива, потому как я наконец-то иду в тёплую страну. Ну, неужели это лучше, чем сидеть дома с ребёнком, с мужем? Тем более в своём запретограмме Лена написала, у меня есть любимый муж. Думаю, интересно, а почему же твой любимый муж не хочет с тобой провести побольше времени вдвоём, да? Почему он не настоял на том, чтобы ты осталась дома? Ну, почему? Ну, или почему твой любимый муж с тобой никогда никуда не поведет? Просто непонятно. Ну, наверное, потому как придётся из общего семейного бюджета оплачивать путешествия двоим, да? А так, получается, Оксана платит сама за себя, ну, а Лена платит тоже сама за себя. И очень было интересно, очень было интересно наблюдать за тем, как Оксана отреагировала на то, что, возможно, им придётся взять такси. Когда они уже прилетели в Дубай, им придётся взять такси, чтобы доехать к своему отелю. И, конечно, Оксана говорит, я, и так пальчиком она ещё погрозила, что ли, да, так вот указательно, мол, я ни одного доллара не дам за такси. Ну, да, все мы знаем, насколько экономна Оксана, её экономия на грани жадности уже. Ну, трансфер входит в сумму этого самого тура, поэтому, да. С одной стороны, Оксана, конечно, права, но с другой стороны, там какая-то заминка была с такси, с трансфером, с транспортом, в принципе. И многие уезжали на такси из этого самого здания аэропорта. Но, видите, как Оксана отреагировала? Нет, нет, ни одного доллара она не отдаст. Видите, даже вот для того, чтобы комфортные условия себе создать, Оксана не готова тратиться. Кстати говоря, рейс их задержали на один час. И, конечно, Лену это не порадовало, но зато девочки-девочки сумели станцевать прямо в самолёте. И Оксана показала, опять же, в своём забритограмме, или где она там показывала, что, мол, она танцует, но было видно, что монтаж. Но танцевала она рядом, насколько я понимаю, с туалетом. Лена, она шла по салону этого самолёта, да, и тоже шла по направлению к туалету. И уже стала танцевать, там уже монтажа вроде как даже и не было. Она стала танцевать тоже около туалета. Ну, что сказать. Какие танцы, такое и место выбрано девочкам для этого самого танца. Могу себе представить, как смотрели пассажиры на этих самых девочек-девочек. Особенно на Лену, которая шла пританцовывая между двух рядов пассажирских сидений. Что подумали пассажиры, конечно, остаётся загадкой. Но точно, что-то, да, не подумали. Такие две абсолютно немаленькие тёти решили устроить танцульки. И одна идёт и пританцовывает, а вторая, ну, я так понимаю, Оксана вообще в самолёте не танцевала, действительно, это был монтаж. И, кстати говоря, в Оксане, она на своём стриме, когда готовили они, миссис Юра, точнее Юра готовила сербский суп, Оксана сказала, что хромота, ну, в принципе, то, что вот она хромает, это её привычка из детства. Привычка, она привыкла хромать, как вам нравится? Ну, вот, да, Оксана. А то, что она прищуривает глаза, ну, или один глаз больше, другой меньше, она прищуривает, это тоже у неё привычка из детства. Вот такая вот странная Оксана со своими не менее странными привычками. Как можно вообще привыкнуть хромать, непонятно. Значит, с утра у неё привычка хромать не очень такая серьёзная, да. А к вечеру эта привычка хромать приобретает такие вот серьёзные достаточно формы. Ну, что ж, сказать, привычки, они такие вот своеобразные, в принципе, как и сестрички. Ну, и Лена нам обещает показать живёшь в следующем влоге, как они устроились, заселились в отель, что это за отель, где он находится, далеко ли он от моря, ну, и так далее. В общем, такие вот все мелочи. Кстати, о море. В запретограмме Лена написала, ну, самый счастливый человек тот, кому завтра не на работу, а на море. Ну, вот так. Кто не работает, тот ест, да. Ну, точно. Вот как не вспомнить слова героя чудесного фильма Леонида Гайдая, да. Кто не работает, тот завтра на море отправляется. Ну, вот как-то так. На этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok